Ветки. Год первый. Поступь. Автор сценария Рубен Карабетян. Режиссер Рубен Геворг-Ярц. Оператор Юрий Бабаханян. Звукооператор Павел Чакмещан. Редактор. Жора Гаспарян. Музыкальное оформление Норайра Гаспаряна. Директор фильма Хаганы Календарли. Художник Саркис Мурадян. Лауреат Государственной премии СССР 1976 года. Природа. Не представляю такого человека, который не любил ее и не был с ней связан. Человек чувствует себя лучше всего на природе, ведь он сам ее создание. Я художник. И поэтому мне особенно близок мир природы, мой родной армянский пейзаж. Мир этот полон чудес. Он располагает художника к творчеству. Но я не могу себе представить этот мир без человека. Природа кажется еще прекраснее, когда видишь ее, преображенной человеком. Ведь там, где природа и люди, там и труд. А без труда невозможны прогресс и движение в нашей жизни. КОНЕЦ КОНЕЦ Много веков назад эти месторождения золота эксплуатировали македонцы, арабы, французы, а армянин, подлинный хозяин своей земли, не мог пользоваться богатствами ее недр. Сегодня мы можем, наконец, сами распоряжаться рудой, столь необходимой нашему народу. Когда в зоде я изучал местность, природу, меня привлекли люди, их тяжелый труд. Смоглая листья, внешняя суровость. Но я чувствую красоту ее души, доброту сердец. Именно такие люди строят нашу сегодняшнюю жизнь. КОНЕЦ 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 Когда-то я работал в Роздании. Железнодорожная линия уже связывала этот городок с Ереваном. Дорога для меня всегда заключает в себе некое таинство. Рождает радостные или грустные воспоминания, размышления о том, что было и что будет. Сегодня закончено большое и трудное дело. Горы озера Севан с месторождениями золота в Зозе связаны с Араратской долиной, где уже действует обогатительная фабрика, дающая драгоценный металл. Я испытываю чувство гордости и уверен, что вместе со мной это чувство испытывает множество людей. Ведь это наше общее дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 обо всем этом не удивляются современным в тысячу раз более мощным электростанциям. В те годы, когда мы с большими трудностями пробивались через горные хребты Вартынистского района, кому пришло бы в голову, что всего 35 лет спустя, в 1976 году, здесь же, на этой земле, мы будем расщеплять атом, построим мощную атомную электростанцию. К молодым строителям, которые я еду сегодня, как неопытный ученик, едет к своему опытному наставнику. КОНЕЦ Я уже давно оставил свою профессию для инженера гидротехникой, и только пишу книги. Но советский писатель, независимо от того, имеет он другую профессию или нет, не только пишет книги, он активный и непосредственный строитель будущего своей родины и своего народа. Мы мало времени имели на стихи и песни. Мы проводили борозду на новой башне. Мы новую страну и жизнь творили. И лишь потом их воспитали в наших песнях. И вы, потомки наши, чьим уделом в грядущем станут лишь одни стихи, конечно, удивитесь, что так мало оставили вам песен ваши предки, что жили в веке бурный и прекрасный. Но вы поймете, что иными были у нас и роль певца, и смысл песен. Мы завещали вам не только книги, но и страну, всю рукотворную отчизну. Армянская киностудия документальных фильмов. Играет музыка.